Одно только слово «делуч» обычно настраивает наших гостей на волну позитива. Здесь работают настоящие профессионалы. В день Мьяцинского работника лучшие из них награждены благодарностями главы города. Терапевт Ирина Решетникова встречает нас в своем уютном утопающем цветах кабинете и сразу располагает к себе теплой улыбкой. Своего очарования она не растрачивает за целый день общения с отдыхающими. Как день примерно вы обслуживаете людей? Все, конечно, зависит от заездов. Бывает больше заездов, бывает меньше, но в среднем где-то до 20, я думаю, в среднем проходит. Это в среднем, но бывает гораздо и больше. 20 человек в день, 20 судеб, 20 жизненных историй и самых разных диагнозов. Но терапевт свою профессию выбрала, мечтая о ней с детства. В медицину я пришла по собственному призванию, закончила Саратовский мединститут. После окончания, раньше же направляли на работу по распределению, попала сюда. Работала сначала в городской поликлинике, а в Дилуч пригласили, заметив ее искреннее и теплое отношение к пациентам. В поликлинике, конечно, я молодой специалист был, еще было довольно сложно, опыта такого не было наработанного. Приходилось к старшим товарищам обращаться довольно часто. Ну а потом все равно втянулось, и уже здесь попроще работать. Была здесь тем более база такая большая. А вот старшая медицинская сестра хирургического отделения Дилуча Татьяна Валентиновна Бородина заканчивала наше анапско-медицинское училище. Ей очень нравилось работать с детьми в детском отделении. Заметив ее аккуратность и требовательность к порядку, дисциплине пригласили в хирургию. Сказали, приходи, Танечка, а тут работка небележачего. Работы оказалось много в хирургии, и ты здесь за все в ответе. Но хирургия – это и есть та мечта, к которой Татьяна стремилась. Я с детства всех разрезала, вскрывала, так что нет животных, лягушек. Все это я делала, всех лечила с пяти лет, поэтому я дома работаю по призванию. Татьяну Витальевну пациенты любят. Не столько заботы и искреннего участия, что процедур здесь не боятся. Работаю свою люблю, работаю по призванию. Продолжение следует...